Кого в итоге выдвинут на выборы президента две главные американские партии и чем политическая нестабильность в Штатах может обернуться для российской экономики? Что будет с курсом рубля в марте и акции каких компаний сейчас самые популярные у частных инвесторов? Ну а еще для чего власти хотят создать государственный маркетплейс и как журналы и ассоциации зарабатывают над тщеславие предпринимателей? Друзья, всем привет, с вами Кира Юхтенко и все эти темы мы обсудим в самые ближайшие минуты Вы смотрите ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture и пожалуйста не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии Ну и конечно обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, это все очень важно для нашей работы А работаем мы, чтобы вы становились финансово грамотными и больше зарабатывали вместе с нами Друзья, сегодня мы начнем с международных новостей, ну а точнее с события, исход которого может повлиять на всю мировую экономику И речь идет о выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года Накануне в Штатах прошел супер вторник и это такой очень важный этап президентской гонки Голосование проходит по всей стране, но пока выбирают не будущего главу государства, а того, кто будет участвовать в выборах от конкретной партии Опросы голосующих показывают однозначный результат, среди демократов побеждает Джо Байден, но республиканцы выбирают Дональда Трампа Ну в общем с главными героями будущего противостояния считаемо определились и теперь остаются только лишь формальности Партии выдвинут своих окончательных кандидатов в ходе летних съездов Ну и к тому же последний оставшийся конкурент Дональда Трампа от республиканской партии Ники Хейли буквально сегодня объявила о выходе из президентской гонки Это оставляет бывшего президента единственным кандидатом Ну по всей видимости республиканцы исключают вариант, при котором уголовные дела Дональда Трампа могут каким-то образом помешать его планам снова стать главой государства Тем более, что на стороне Трампа не только избиратели, но и Верховный суд США, который накануне отменил запрет на его участие в выборах Теперь местные органы власти больше не смогут отобрать у Трампа это право, хотя это не отменяет четыре уголовных дела, которые на нем до сих пор висят И с которыми все еще нужно каким-то образом все-таки разбираться Ну и тем временем Трамп остается все тем же эксцентричным политиком, от которого никогда не знаешь чего ожидать Он довольно резко высказывается в отношении меньшинств и иммигрантов и даже показывает такие довольно авторитарные замашки Эксперты считают, что он собирается защищать торговлю и границы США, фактически изолировав страну И при этом аргумент, ну Байден-то совсем уже как бы старик, не очень работает Дональд всего на четыре года моложе Джо Байдена Хотя нужно тут признать, что смотрится он все-таки гораздо бодрее Ну в любом случае пока ни один другой известный американский политик не готов бросить вызов действующему президенту И поэтому почти нет сомнений, что именно Байдена демократы выдвинут на будущие выборы Даже несмотря на опасения, что этот человек уже слишком стар для такой, ну довольно ответственной работы Особенно когда в мире бушуют войны и растут экономическая и социальная напряженность Хотя Байден утверждает, что с его здоровьем все в порядке, он готов и дальше исполнять свои обязанности Так или иначе, тут нам с вами как инвесторам нужно понимать, что неопределенность в американской политике и экономике, конечно, вредит глобальным рынкам Даже западные рейтинговые агентства утверждают, что политические игры и популизм угрожают надежности штатов Главные партии продолжают яростно спорить и возможно будут делать это еще жестче Ну а значит принимать совместные решения станет еще сложнее Ну например, именно из-за этого штаты оказались на грани дефолта Ну а над правительством нависся риск шатдауна, уже не в первый раз При этом любой риск для доллара США позитивен для российской валюты, потому что тогда курс доллара к рублю логически будет снижаться Но это делает импорт для России дешевле, а инфляцию в стране ниже Ну а вот экспортерам это наоборот вряд ли понравится, потому что тогда их продажи в рублях будут снижаться И при этом внутренние расприи в Штатах могут затормозить рост экономики и снизить спрос на энергоресурсы А это ударит по глобальным ценам, что негативно отразится на доходах российского бюджета как следствие Поэтому мировая экономика все так же остается взаимосвязанной О том, что происходит с этими доходами сейчас, мы с вами буквально через минуту поговорим Ну а пока короткая и полезная для инвесторов пауза Друзья, пока ставка Банка России остается двузначной, банковские вклады могут принести неплохой доход Но с одним но Высокие ставки обычно дают на 3-6 месяцев, а потом они снижаются до 11, а то и до 8-9% Зато можно найти инструменты, условия на которых могут оказаться лучше, чем на депозитах И один из них это краудлендинг Ну например на платформе JetLand, где частные инвесторы дают деньги в долг малому и среднему бизнесу Я сама через JetLand инвестирую уже довольно давно Стоимость активов у меня в портфеле больше 300 тысяч рублей И при этом я могу не искать интересные займы вручную Сбалансированная стратегия на 2023 год мне принесла 18,4% годовых Это с учетом того, что портфель сформирован при ключевой ставке в 7,5 У меня в портфеле сейчас 737 компаний Выплаты по займам приходят почти каждый день Или инвестируются под актуальную средневзвешенную ставку в 25,9% Если достигли финансовых целей или просто решили деньги со счета вывести То можно продавать активы вручную И тут есть привычный стакан Возможность оставить заявку по подходящей цене Ну или соответственно доверить эту задачу алгоритмам Они пересчитают займы в портфеле по оптимальной цене На которую сработают алгоритмы автоинвестирования Долги выкупают с учетом аналога накопленного купонного дохода Ну а потом можно отправить деньги на банковский счет, например По словам аналитиков Jetland, показатель будущей доходности XIRR превышает 26% Если начать инвестировать под текущие ставки То потребуется буквально пара недель на формирование портфеля с высокой доходностью Если вы заинтересовались, то оцените краудлендинг лично Если зарегистрируетесь по ссылочке в описании, тот же тлент на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода этого ролика, так что пользуйтесь Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, как сегодня поменялась рыночная капитализация публичных российских компаний После прохода отметки в 3300 пунктов индекс Мосбиржи свой рост продолжил Сегодня он еще 0,3% прибавил, а фоном для этого стало небольшое восстановление цен на нефть Тормозил рост укрепления рубля, которое продолжается с начала марта Евро сегодня впервые за три недели подешевел до 98 рублей Доллар торговался в районе 90 С 7 марта Минфин нарастит покупку валюты на 1 млрд рублей в день Ну и, соответственно, продажи валюты сократятся Аналитики отмечают, что на курс рубля это сильно не повлияет, но и при этом увеличение закупки долларов связано с ростом нефтегазовых доходов бюджета В феврале они составили почти 950 млрд рублей Это на 40% больше, чем в январе, и на 80% это превышает результат прошлого февраля Дополнительные поступления в казну – это, конечно, позитив для российской валюты долгосрочно И при этом аналитики Сбера считают, что уже в марте доллар может опуститься до 87 рублей Ну а помочь ему должны налоговые платежи от крупнейших экспортеров В этом месяце они могут составить 2 трлн рублей На фоне новостей о росте нефтегазовых доходов у нас акции большинства экспортеров сегодня находятся в плюсе Ну а, например, бумаги Лукола Дыка вообще взяли и обновили исторический максимум Инвесторы ждут отчет за прошлый год, который может выйти уже на следующей неделе Из него будет понять размер будущих дивидендов Решение по выплатам компания должна принять в апреле Ну и кроме того, триггером роста может стать байбэк у нерезидентов, о котором Лукойл объявил в прошлом году Но пока компания его не подтвердила, поэтому остается некий фактор неопределенности Кстати, бумаги Лукойла в феврале стали одним из самых популярных среди частных инвесторов А еще, кроме них, в топ у нас вошли обычки и префисбера, логично, ну а также акции Яндекса и неожиданно довольно Газпрома Но все-таки у компании сейчас не лучшие времена, но рынок, видимо, продолжает в нашего голубого гиганта верить Всего в прошлом месяце сделки на московской бирже заключили 4 миллиона 100 тысяч частных инвесторов И это, на минуточку, рекорд за всю историю площадки И при этом за февраль участники рынка вложили в фондовый рынок более 74 миллиардов рублей Это на 11% больше, чем в феврале года 2023 Основная часть инвестиций пришлась на облигации На акции инвесторы потратили всего 4,5 миллиарда Еще 10,5 ушли в фонды В целом, частные инвесторы продолжают на рынке акций доминировать Их доля составила 76% от общего объема торгов Но и в то же время доля физических лиц в торгах облигациями и валютой значительно меньшей остается То есть на рынке акций мы с вами, друзья, остаемся, можно сказать, королями И на фоне такого роста интереса к инвестициям растут и доходы самой площадки, московской биржи В конце февраля она представила отчет по МСФО за прошлый год И мы видим, что чистая прибыль выросла почти на 70%, до 60 с лишним миллиардов рублей Это рекордный результат, который позволил мосбирже заплатить щедрые дивиденды На это направят 65% от чистой прибыли Хотя по дифполитике могли вообще-то ограничиться и 50% Как это делает, в общем-то, большинство компаний Но в итоге инвесторы получат по 17 рублей и 35 копеек на акцию Доходность выходит 8,5%, очень даже неплохо При этом доходы мосбиржи, скорее всего, продолжат и дальше расти На площадку выходит все больше компаний Но государство, можно сказать, законодательно заставляет рынок расти Ну и к тому же помогает и высокая ключевая ставка Которая увеличивает процентный доход московской биржи И в итоге компания вполне может вернуться к распределению до 90% чистой прибыли Такие дивиденды она выплачивала с 2017 года по год 2020 Так что потенциал для роста акций вполне приличный у нас по площадке сохраняется Ну и тем временем доходы растут не только у мосбиржи Рекрутинговый сервис Headhunter сегодня довольно сильно отчитался за прошлый год Выручка выросла на 63%, чистая прибыль почти на 50% Первый показатель составил 29,5 млрд, а второй 3 млрд Самый большой рост показали объявления о вакансиях и дополнительные услуги При этом спрос на продукты компании увеличился во всех сегментах Это вполне логично, потому что Headhunter это такой главный выгодоприобретатель острого дефицита на рынке труда Который в последнее время очень много обсуждается, в том числе и во властных кругах На фоне растущей прибыли компания заявила, что в этом году может вернуться к выплате дивидендов 27 марта акционеры рассмотрят вопрос о редоменцилиации с Кипра в Калининградской области Уже в третьем квартале Headhunter может получить листинг на московской бирже После всех этих новостей бумаги сервиса сегодня прибавили около 1% у нас Хорошие результаты за прошлый год сегодня также показала нам и IT-компания Positive Technologies Но правда пока цифры не окончательные Клиенты компании все еще расплачиваются за предоставленные продукты Но на общую картину это сильно не повлияет Отгрузки позитива, но это аналог выручки, предварительно показали рост на 74% До 25 с лишним миллиардов рублей Чуть меньше половины от этого принесли два флагманских продукта Это система для управления уязвимостями и выявления киберугроз Всего в, так сказать, клуб миллиардеров вошли 6 решений компании и расширенная техническая поддержка При этом значительно выросла и чистая прибыль без учета капитализируемых вложений в разработку Или NIC Она составила 8,5 миллиардов рублей, что на 70% больше, чем годом ранее И это обеспечило рентабельность выше ожиданий Причем даже несмотря на высокие инвестиции Это 35% Ну и, кстати, про инвестиции Positive Technologies отмечает активные вложения в новые продукты, в решения и в команду И это, согласно видению компании, основа для динамичного роста Которая и обеспечивает высокую рентабельность бизнеса Ну и любимая на российском рынке, это, конечно же, дивиденды Согласно дивполитике компании, от 50% до 100% той самой NIC идет на выплаты акционерам Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит первую часть выплат по итогам прошлого года Состоится уже 9 апреля Так что будем ждать от Positive Technologies позитивных новостей В общем-то предпосылки для этого есть Ну а теперь давайте поговорим немножечко о мире высоких технологий Уже через 2-3 года искусственным интеллектом будет пользоваться каждая семья Это не мои придумки, таким мнением поделился глава Сбера Герман Греф Но почему он так в этом уверен, спросите вы А дело в том, что уже больше 10% пользователей интернета регулярно применяют нейросети А это значит, что проникновение искусственного интеллекта происходит в 2 раза быстрее, чем проникновение смартфонов И в 4 раза быстрее, чем распространяется сам интернет Нейросети уже влияют на рынок труда и оптимизацию бизнес-процессов Только на HeadHunter сегодня есть более тысячи вакансий, которые связаны именно с применением искусственного интеллекта Преимущества для бизнеса тут очевидны Ну вот простой пример из нашей команды Раньше на подготовку простого опроса аудитории могла уходить половина рабочего дня Ну а теперь, благодаря чат GPT, эта задача выполняется буквально за полчаса Отправляешь техническое задание, получаешь результат, корректируешь по необходимости И, собственно, все уже готово Но главное, что вы, друзья, тоже можете использовать нейросети в своей повседневной работе Так вы будете с ней справляться в разы быстрее Или сможете взять простую подработку на удаленке и получать до 5000 рублей всего лишь за один час своей работы Начать осваивать новую технологию вы можете с бесплатного открытого урока от команды NeuroBoost На нем практикующий специалист по нейросетям расскажет и, что самое главное, покажет вам, где находить прибыльные задания Ну а также быстро и качественно выполнять их при помощи искусственного интеллекта, конечно же Вы сможете выбрать любое интересующее направление Работать с текстом, изображениями, аудио или видеофайлами Даже если вы никогда этим не занимались, с нейросетями возможно все Тут самое главное научиться правильно ставить задачи и формулировать запросы к искусственному интеллекту Если вы с этим справитесь, то он выдаст вам необходимый результат Ну а чтобы открыть для вас максимум возможностей, после регистрации на открытый урок Вы, друзья, получите базу из 2000 нейросетей для решения самых разных задач Так что регистрируйтесь на вебинар, ссылочка есть в описании к этому ролику Делайте это прямо сейчас и начните свой путь по освоению искусственного интеллекта уже завтра А не через 2-3 года, как это сделают все остальные Не будем далеко уходить от новых технологий Давайте обсудим, что сейчас происходит на рынке криптовалют Цена биткоина вчера установила новый исторический рекорд Более 69 тысяч долларов, но правда после этого она упала сразу на 10 тысяч И вы скажете, что это, наверное, напугало инвесторов, но как бы не так Несмотря на то, что падение ликвидировало короткие позиции почти на миллиард долларов Рынок панике не поддался И уже сегодня мы видим, что биткоин восстановился и торгуется рядом со своими историческими максимумами Причем рынок все еще очень горячий Ну вот, например, если мы возьмем ончейн-метрику, которая отражает чистую нереализованную прибыль и убыток То мы с вами увидим, что подавляющее большинство инвесторов все еще остаются в плюсе Люди продолжают верить в прогнозы о 100 и даже 150 тысячах долларов за один биткоин И, соответственно, готовы свои деньги на это ставить Но мы с командой в очередной раз хотели бы ваше внимание обратить на альткоины Тут дело в том, что вместе с ценой биткоина растет и его доминирование на всем криптовалютном рынке Ну, то есть, соответственно, стоимость битка занимает все большую долю в общем объеме крипты Обычно после того, как доминирование биткоина доходит до максимума, инвесторы начинают что делать? Они начинают постепенно разгружаться и, соответственно, переходить в остальные монеты И вот сейчас до максимума еще не дошло, ну, а значит, альтам есть куда расти И наш топ-5 монет уже который месяц показывает просто какие-то невероятные результаты Ну, вот, например, Солана из нашего списка взлетела на 88%, Ада на 57%, Рипл на 32%, ну, а Додж на все 160% И весь этот рост в альтах происходит до момента разгрузки доминирующего биткоина То есть, цели по нашему топу все еще актуальны Поэтому, друзья, заходите в телеграм-канал и в крипто Подписывайтесь и внимательно изучите нашу подборку QR-код у вас на экране, а ссылочка в описании под видео Сам пост вы найдете в закрепленном сообщении Идем дальше Друзья, знаете ли вы такое расхожее выражение? Бизнес – это двигатель экономики Так вот, в высшей школе экономики тут подсчитали, что в прошлом году россияне заработали на предпринимательстве рекордную за последние 10 лет сумму – 6 триллионов рублей На полтора триллиона больше, чем в году 22-м Среди прочего сюда входят доходы ИП, самозанятых, сдача недвижимости в аренду, дивиденды, кстати, ну и так далее То есть, речь не только о крупных компаниях, но и о мелких и средних предпринимателях тоже Причем, судя по активности на маркетплейсах, ну и вообще по их изобилию на нашем рынке Понятно, что многие начинают свой бизнес развивать именно там, это правда таким большим трендом стало Ну и зачастую занимаются перепродажей товаров из дружеских стран, особенно из Китая Покупают подешевле, перепродают подороже Ну, в общем, такая классика торговли Только теперь она происходит на онлайн-площадках Отечественной продукции тоже торгуют, но, видимо, недостаточно Ну, по крайней мере, власти так считают И вот вчера в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс Да, продаваться там будут исключительно товары российского производства Что, в общем-то, логично Ну, еще и с небольшой комиссией для продавца Ну, то есть, поддержим наших фабрикантов и ремесленников И цель, это правда, очень понятная, правильная и благородная Но вот в Минпромторге, кажется, немножечко сомневаются в ее реализации Потому что там отметили цитаты, что «Лучше коммерсантов никто не продаст и не продвинет» И предложили вместо этого подумать, как замотивировать маркетплейсы Ставить в приоритет отечественные товары Используя при этом все свои рекламные мощности Ну, в позиции Минпромторга есть зерно истины Рынок есть рынок И тем более, что государство и так все больше вмешивается в работу маркетплейсов Ну и, к счастью, пока без резких движений Ну вот, например, ФАС и тот же Минпромторг Не поддержали идею ограничить предельную долю площадок на рынке до 25% Я напомню, что по подсчетам ФАС только Озон и Вайдборис сейчас занимают более 80% При этом Совет Федерации хотел запретить ведущим игрокам открывать новые ПВЗ Возможно, теперь этого тоже не произойдет Но все-таки видно, что как-то ограничить почти неконтролируемую торговлю на маркетплейсах Власти все-таки хотели бы И, если честно, в некоторых случаях такое вмешательство действительно должно пойти на пользу В первую очередь покупателям и продавцам Ну вот, например, буквально вчера парламентарии предложили запретить крупным агрегаторам Брать с продавцов более 10% комиссии Ну а еще снижать цену на товары без согласия селлеров Навязывать какие-то сторонние услуги Или же запрещать продавцам открываться на других площадках Ну то есть маркетплейсы могут чуть ограничить Чтобы те не ограничивали, соответственно, своих же клиентов Ну простите за тавтологию Ну а вот, пожалуй, ключевое предложение Оно касается вообще всех игроков на этом рынке Не только доминирующих Парламентарии хотят ограничить платный возврат товара Ну и знаете, мне лично этот пункт вот прям очень нравится Я, возможно, ну такой не самый активный пользователь маркетплейсов Но иногда что-то заказываю И, собственно, вот сегодня увидела новость о том Что на некоторых площадках появились, ну простите, духи от душнил Я уже подумываю перекупить А то что-то зануд вокруг стало, ну как будто бы, правда, слишком много Это шутка, а не реклама, если что Но если серьезно, иногда заказываю там какую-то спортивную одежду Там, не знаю, коврик для йоги Могу купить книги, например И платить за возврат того, что в итоге не подошло Или хуже того, там, по качеству разочаровало Это, конечно, очень неприятно Так что эту идею я прям поддерживаю И в Госдуме, кстати, считают, что это еще и снизит напряжение Между продавцами и владельцами пунктов выдачи заказа Ну, мол, некоторые споры будут решаться гораздо проще И эта инициатива, правда, кажется довольно разумной Ну и чуть не забыла про еще один пункт Правительство хочет обязать маркетплейс использовать специальную аппаратуру Которая поможет обнаружить в посылке оружие, взрывчатку Или какие-то другие запрещенные вещества Ну и как будто бы на заказ Сегодня в новостях я увидела, что в моем Петербурге родном Задержали предпринимательницу с крайне сомнительным подходом к торговле на озоне Потому что через площадку она отправляла клиентам запрещенные вещества Коробки с ними нашли сотрудники сортировочного центра Ну и, в общем, вот эта вот горе-бизнес-леди теперь явно грозит там срок Так что, друзья, никогда не употребляйте то, что запрещено Потому что это, ну, очевидно, любую жизнь может погубить Я думаю, что вы и так это понимаете Ну и не отправляйте тоже Ну, в общем, возможно, законопроект прям вовремя как-то тут появляется Что вы думаете о ситуации с маркетплейсами? Я имею в виду, поддерживаете ли вы вот эти инициативы властей по вмешательству в рынок Или пусть все будет вот так, как было И особенно интересно было бы послушать, конечно, продавцов и активных покупателей И нужен ли, по-вашему, такой вот отдельный государственный маркетплейс? Предлагаю это все обсудить в комментариях Хотя, вот знаете, иногда мы как будто бы слишком узко смотрим на понятие торговли А кто-то подходит к этому вопросу куда более широко И продает, ну, например, премии Да, взятки платят не только для того, чтобы выиграть какой-нибудь тендер Но и, например, чтобы получить звание лучшей юридической фирмы года по финансированию кино в Нигерии То есть это не только как бы российская проблема Согласна, звучит довольно странно Но вот именно такую награду несколько лет назад вручили конторе FLF Abiola Причем сразу от двух британских бизнес-журналов Довольно престижных, между прочим Основатель компании, как полагается, поблагодарил в социальных сетях за оказанную честь Там пообещал ее оправдать Ну, а спустя некоторое время оказалось, что ни фирмы, ни ее основателя вообще в принципе не существует Это все было экспериментом от команды журналистов сайта о юриспруденции И самое смештое, что на аватарку вот этого вымышленного главы компании Они поставили фото голливудского актера Дэнни Гловера Но крупных британских издателей это, тем не менее, ни капли не смутило Вот люди часто говорят, зачем нужна эрудиция, а вот за этим Ну и, в общем, кончилось это все таким грандиозным скандалом Пранкеры своей цели добились и показали, что многие престижные премии Это попросту огромный рынок и огромный бизнес Такая вот ярмарка тщеславия, если угодно В одних только штатах подобных наград несколько десятков И, как пишет Forbes, расценки начинаются всего с нескольких сотен долларов Но могут доходить до 10 тысяч, так что, простите, бизнес такой довольно-таки прибыльный получается В России такие эксперименты тоже проводились и тоже, если можно так выразиться, довольно удачно Ну вот, полгода назад блогера Валерия Семенова заплатила 60 тысяч рублей, чтобы разоблачить престижную бизнес-премию Ей также предложили купить победу в номинации и даже самой придумать, в какой именно номинации она хочет победить Ну а заодно и выступить на церемонии вручения перед сотней человек в торгово-промышленной палате И дать интервью журналистам Такой вот, что называется, полный пакет Ну, правда, на деле вместо 100 в зале было человек 20 Ну а вместо беседы со СМИ несколько вопросов от какого-то неизвестного телеграм-канала И вот тут сразу хочется вспомнить главного героя сериала «Офис» И его кружку с надписью «Самый лучший босс в мире», которую, собственно, он сам же себе и купил Но, на самом деле, если серьезно, то вот эта госпожа Семенова рассказала у себя в репортаже, что при вручении премии в зале было много людей, которые воспринимали все это за чистую монету И, по-моему, это и есть, на самом деле, такая главная опасность таких вот продажных наград Потому что клиент, видя подобное звание, может подумать, что перед ним реально лучший из лучших Ну а, по сути, этот титул может оказаться такой вот немножечко филькиной грамотой И, к сожалению, это такая вот история, которая по всему миру распространена Я, на самом деле, сама тоже слышала от своих знакомых о таких случаях Ну вот, например, лет 10 назад одной российской компании предлагали звание лучшего брокера Азии Причем предлагали там не кто-нибудь, а представители одной из крупнейших фондовых бирж И, если я не ошибаюсь, эта биржа европейская была Ну, в общем, насколько я знаю, тогда эта история ничем особо не закончилась Но, тем не менее, подобные махинации, как мы видим, регулярно происходят С одной стороны, вроде бы довольно безобидно Но, с другой стороны, потребители-то этому доверяют Ну и, конечно, мы понимаем, что и честные премии в мире тоже есть Ну, по крайней мере, хочется так думать Ну, а если их нет, то, возможно, Инвест Юча может на этом поприще стать таким первым неподкупным игроком Потому что мы действительно уже давно подумываем о том, чтобы сделать свою самую честную премию И раздавать ее участникам финансового рынка За что, в каких конкретно номинациях, в какие именно рынки Там охватить, можем вместе с вами подумать Присылайте свои идеи в комментариях И тут место для юмора мы тоже, конечно, оставляем Но главное, чтобы все было в рамках приличия Ну, в общем, пишите, не стесняйтесь Друзья, у меня на этом сегодня все С вами была Кира Юхтенко Вы смотрели канал Инвест Фьюча Если наша работа вам нравится, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео Ну и, конечно же, до новых встреч Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok